Уже ровно год как были арестованы Женя Хасис и Никита Тихонов. За это время много всего интересного произошло не только с той стороны колючки, но и с этой. И вот мы сегодня хотим подвести такие некоторые промежуточные итоги. Все дело в том, что чем ближе суд, тем больше всякого напряжения вокруг этого дела. И нам бы хотелось сегодня расставить некоторые акценты для наших друзей, а может быть и не друзей. Мы бы хотели пояснить кое-что из того, что сегодня происходит. Я Александр Васильев, адвокат Евгений Хасис. Так получается, что в последнее время в отношении организации «Русский вердикт», которая осуществляет помощь Евгении Хасис и Никите Тихонову, начинает распространяться информация о якобы имевших место в финансовых злоупотреблениях. В частности, соратников «Русского вердикта» обвиняют в том, что деньги, которые собираются на помощь Никите и Евгении, якобы тем-то присваиваются и идут не на их нужды. Я хочу сообщить, что эта информация является клеветой и провокацией. Все средства, которые собираются на данные цели, расходуются исключительно на помощь Евгении и Никите. В то же самое время для меня совершенно очевидно, кем и с какой целью предпринимаются эти провокации. В свою очередь, я хочу сказать, что готов отчитаться перед всеми жертвователями о том, на какие цели были потрачены сданные ими средства, если таковые потребуют отчета. Поехали! Алексей был находкой и остается таким. У меня, как у отца, по отношению к Алексею, к «Русскому вердикту» нет абсолютно никаких претензий. Алексей неоднократно, когда я был болен, делал продуктовые посылки по почте и так ездил в тюрьму сначала в Лефортово, потом в «Матросскую тишину». И никогда за то, что он делал, не требовал ни малейшей благодарности. Он делал это от чистого сердца. Как отец Никиты, я это подтверждаю и готов подтвердить в любой ситуации. Спасибо. Ну, еще добавлю несколько слов от себя. Что такое «Русский вердикт»? «Русский вердикт» — это правозащитный центр, который на общественных началах, без какого-либо финансирования извне, оказывает поддержку заключенным. Мы небольшая организация, мы не можем помочь всем. И наша главная цель — это показать людям, как надо бороться за своих друзей, как надо помогать тем, кто оказался под преследованием, в тюрьме и так далее. Мы не можем помочь всем, но мы создаем образцы, стандарты, то, как это надо делать. И если другие люди начинают помогать также заключенным, своим друзьям, просто людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, то это и есть наша основная цель. Это очень хорошо, что другие люди тоже начинают помогать заключенным. Если бы все, так же, как я, так же, как еще кто-то, не бросали своих друзей в трудной ситуации, боролись за них, так же, как я борюсь за Женю Хасис, так же, как я борюсь за Никиту Тихонова и других заключенных, то всем бы узникам было намного проще удерживать те тяготы, которым они подвергаются в тюрьме. И вот в этом и есть наша главная цель – показать, как надо помогать и как надо поддерживать своих друзей. И что бы ни происходило, какие бы провокации вокруг ни случались, какое бы давление на нас ни оказывалось, ничто не заставит нас отвернуться от наших друзей. Мы будем помогать им, независимо от того, что будет происходить, потому что, ну, это наш долг, это наша честь. И мы не свернем с пути поддержки наших друзей, что бы ни происходило вокруг. Продолжение следует...